здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы начнем серию выпусков о фитофторе фитофтора является серьезной проблемой для большинства хозяйств которых выращиваются картофель томаты и другие растения семейства посленовых среди всех болезней с которыми мы чаще всего встречаемся фитофтора стоит особнячком дело в том что фитофтора является не совсем грибом у нее есть как у живого организма черты как грибов так и простейших на самом деле несмотря на то что систематике выделяют классы живых организмов группируют виды в определенные царства царство растений царство грибов царство простейших царство животных и так далее есть всегда организмы которые занимают промежуточное положение которые нельзя однозначно отнести к тому или иному царству соответственно вот к такому типу организмов и относится фитофтора и хотя традиционно ее зачастую в литературе называют грибом но таковым она уже настоящим грибом не является в ней много очень много признаков простейших в этой связи очень многие фунгициды химические фунгициды на фитофтору не действуют не эффективны потому что они не действуют на те механизмы которые они разрушают в грибах в этой связи борьба с фитофторы является достаточно большой проблемой но сегодня мы не будем говорить с вами о химических мерах борьбы поговорим о биологическом контроле фитофторы среди множества биологических препаратов которые эффективны против фитофторы выделяются две группы это группа сенной палочки это такие препараты например как фитоспорин и многие другие и группа триходермы триходерма гриб в отличие от сенной палочки которая является бактерией и она также эффективна для борьбы с фитофторой фитофтора находится в почве и пока она находится в почве она ведет достаточно смиренный и безобидный образ жизни. Она питается как сопрофитный организм растительными остатками. В этой связи для того, чтобы фитофтора минимально развивалась у вас на участке, надо как можно меньше оставлять там растительных остатков, тем более инфицированных растительных остатков. Поэтому-то и надо уносить ботву томатов и других растений с признаками поражения из теплиц обязательно, необходимо не запахивать ботву картофеля на картофельном поле. Сохраняться фитофтора в поле на почве может очень и очень долгое время. Она не является таким классическим паразитом, который не может жить без растения хозяина. Поэтому севооборот для фитофторы является практически неэффективной мерой контроля этого заболевания. Вот сейчас для обработки своих растений, профилактической обработки растений, потому что сейчас они находятся в стадии цветения, только-только начало образования плодов, я предлагаю использовать, например, триходерму. Хотя фитоспорин и сенная палочка тоже достаточно эффективны. Но, как правило, предупредить болезнь гораздо проще, чем лечить. Поэтому я борьбу с фитофторой начинаю с профилактических обработок. Базой для нашего препарата для обработки является триходерма. Я использую ту триходерму, которую вырастил самостоятельно. Я ее выращиваю на зерне. Вот здесь у меня даже немножечко зерно проросло. Это ничего страшного. Это пшеница. И вот на поверхности зерен я вижу такие уже зеленые островки начала спороношения и белый мицелий. Это значит, у меня здесь все хорошо, дрожжами не пахнет, структура достаточно рассыпчатая, значит, он еще не перестоял, не перерос. Но даже если ваша триходерма, вот такая домашняя, на крупе, например, уже переросла и уже превратилась в такую клейкую массу, это ничего страшного. Возьмите, ну, меньше, чем стакан вот такой вот массы или такой триходермы, забросьте ее в ведро воды или в меньший объем воды, переболтайте как следует, дайте отстояться, процедите этот раствор и вот это количество триходермы будет достаточным для разведения, до доведения до 10 литров воды и для обработки растений, для заселения поверхности растений грибом триходермой. Второй вариант для выращивания триходермы, это выращивание триходермы в картофельном отваре. Вот я ее выращиваю вот в такой вот бутылке, я ее наполняю наполовину и укладываю на бочок. Зачем я ее укладываю на бочок? Для того, чтобы площадь поверхности газообмена была максимальная. Я ее периодически открываю, даю возможность газообмена, здесь пройти газообмен, можно даже туда подуть, только не дуйте выдыхаемым воздухом для того, чтобы не насытить этот воздух там внутри бутылки углекислым газом, а просто набирайте в рот воздух и немножечко продувайте. Там происходит газообмен, появляется кислород для дыхания триходермы. За одну неделю триходермы на поверхности жидкости формируют очень плотный мицелий. Если кто-то выращивал чайный гриб, то это очень-очень на это похоже. На самом деле вы можете выращивать ее и в трехлитровой банке, тогда мицелий вы будете видеть здесь на поверхности. Только трехлитровую банку обязательно закрывайте или плотной бумагой, или же несколькими слоями марли для того, чтобы сюда не попадали какие-то посторонние грибы или бактерии, потому что питательная среда будет привлекать достаточно большое количество других микроорганизмов. Для того, чтобы вы увидели, как это все растет, я сюда это содержимое перелью. Вот видите, там вот такой вот мицелий внутри. Это мицелий триходермы. Триходерма достаточно сложно спороносит в жидкости на поверхности, она формирует поверхностный глубинный мицелий. Ну и, ну конечно, нежелательно, чтобы вот этот вот мицелий попал внутрь нашего раствора. Он будет забивать опрыскиватель, это не очень удобно. Но даже если это случится, ну просто встряхните, как следует этот мицелий разобьется на мелкие частички и, в общем-то, потом пройдет через запрыскиватель и поселится на поверхности растений. Для того, чтобы сделать раствор объемом 10 литров, мне хватит примерно одного стакана вот этого настоя триходермы. Он содержит большое количество антибиотических веществ, поэтому очень и очень ценен. Ну, а сам мицелий будет конкурировать с витофторой на поверхности листья, будет конкурировать с целым рядом других болезней томата, поэтому является, в общем, очень и очень ценным. Вот это я все как следует вымешиваю, взбиваю, чтобы, как я уже сказал, мицелий измельчился, не забивал опрыскиватель. И, в принципе, вот этим раствором уже можно обрабатывать наши растения для профилактики. Но я его немножечко обогащу. Поскольку, как я уже сказал, томаты находятся все еще в достаточно активной фазе роста, я сделаю подкормку железом. Для этого я возьму чайную ложечку лимонной кислоты, такой вот, ну, без горки, и чайную ложечку железного купороса. Вот такой вот зеленый раствор хилатного железа у меня получается. Он не рыжеет, это означает, что у меня образовался там хилат, и хилаты защищают железо двухвалентное от переокисления во вредное трехвалентное железо. Кроме того, я сюда прибавлю глицерин и добавлю сюда борную кислоту. Потому что, как я говорил в одном из наших выпусков, борная кислота не способна из одних листьев перетекать в другие листья, в более высокий ярус. Соответственно, еженедельно у меня томаты нарастают, и я их обрабатываю борной кислотой. Ну, примерно 5 грамм борной кислоты мне хватит для того, чтобы сделать мои обработки. В силу того, что я сюда добавляю железо, я аммиак сюда не добавляю, не перевожу кислоты в их аммонийные соли. Ну, ничего страшного. Концентрация кислот здесь не такая большая, чтобы бояться, что наши растения могут каким-то образом повредиться. Сюда также можно добавить, например, соединение кобальта, цианокобаламин, витамин В12, одну ампулу. Сюда также можно добавить различные другие микроэлементы. Ну, я, например, обогащу этот раствор оксидатом торфа. Среди всех гуминовых препаратов я предпочитаю именно оксидат торфа. Почему? Потому что он делается из натурального продукта, из торфа. Он содержит и гуминовые, и фульвовые кислоты, и все другие активные вещества, которые содержались в торфе. Когда же мы пользуемся гуматом калия, то зачастую это гумат, который добыт из бурого угля или химически синтезированный, или получен из древесины каким-то химическим путем, или иным путем. И он содержит только гуминовые кислоты, эти калиевые соли гуминовых кислот. Он содержит очень мало калия, хотя является достаточно хорошим регулятором роста. Но если у вас есть возможность выбора, то отдавайте всегда предпочтение не гумату калия, а именно вот такому оксидату торфа, поскольку он гораздо более комплексный. Я добавлю сюда 2 чайные ложечки в качестве регулятора роста. Этого будет вполне достаточно на 10-12 литров воды, ну то есть на мой опрыскиватель. Вот этот вот раствор я также прибавляю к триходерме. Здесь для нее ничего такого токсичного нету, она вполне будет с этим всем мирно сосуществовать. К тому же, что я сейчас доведу этот объем до 10 литров, может быть даже чуть больше. Но у меня опрыскиватель 12 литров, поэтому я заряжу полный опрыскиватель. И обработаю томаты, обработаю перцы, обработаю огурцы. Если у меня останется, значит обработаю смородину, плодовые растения, капусту и кабачки, и все огородные растения, которые у меня растут, естественно, за исключением зеленых культур, поскольку они полностью употребляются в пищу, их достаточно тяжело промыть. Соответственно, никаких некорневых подкормок для таких растений я не делаю. Ну и, соответственно, не использую какие-либо препараты сверху для их защиты. Вот в эту смесь, если вы добавляете борную кислоту, то нежелательно добавлять солициловую кислоту, потому что борно-солициловая кислота является очень жестким антисептиком, и во избежание каких-то накладок лучше совместно их не использовать. То есть, либо сюда не добавлять борную кислоту, либо не добавлять солициловую. То есть, выбирать что-то одно из двух. Со всеми остальными препаратами этот раствор совместим. Единственное, что если вы добавляете железо, то не стоит добавлять сюда аммиак. Он может создать здесь излишнюю щелочную среду и разрушить наше хелатное соединение. Соответственно, я проведу обработку. Обработку я проведу в вечернее время для того, чтобы раствор задержался как можно дольше на листьях, чтобы не произошло его быстрого испарения, чтобы температура в теплице и в открытом грунте уже была умеренная, а солнце не сделало ожоги на вот этих вот капельках влаги, жидкости, которые попадут на листьях. Что ж, пользуйтесь такой профилактической обработкой и с большой долей вероятности вы не встретитесь с таким заболеванием, как фитофтора. Но если все-таки инфекционный фон у вас напряженный по фитофторе, будем работать более жестко. Посмотрите наши следующие выпуски, подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых выпусках. Всего хорошего!